Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас уже есть звонок. Давайте попробуем его принять. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. У меня к вам вопрос и один маленький комментарий. Вопрос такой. Что происходит с делом Миллера? Потому, что у меня такое впечатление, что когда дело касается демократов, против демократов что-то, то дело затягивается и затягивается. Потому, что обещали, что репорт контроллера будет в середине июня сначала, потом в конце июня. Сейчас уже июль месяц. Ничего не происходит. Это первый о комментарии. Вы знаете, в пятницу слушал передачу Бигбола и... Как его? Леон. Леон, да. И вы знаете, я был такой дисаппоинтен. Может быть, не надо эту Бигболу. Она в одной из передач назвала Трампа фашистом и прочее. Ну, нельзя ее вытаскивать на ваше радио. У вас прекрасное радио, и таких людей там не должно быть. Просто даже я понимаю, что вы хотите показать свою демократичность, не надо. Нет, вы знаете, я... Они не хотят ее показывать. Я вам скажу такую вещь. Значит, насчет демократичности, дело немножко не в этом. Дело в том, что когда у нас идет авторская программа, вот допустим, программа Леонова Эйнштейна или программа, например, Юрия Гиммельфарба, да, мы... То есть, автор изъявляет желание назвать гостя. Вот точно так же, как мы, допустим, мы не диктуем Юрию Гиммельфарбу, кого ему нужно приглашать к беседе. И он приглашает нормальных людей вроде бы, насколько я знал. Ну да, ну вот Леон, они с госпожой Бигбовой, я так понимаю, столкнулись где-то на РТВА. Я не смотрю этот канал, поэтому я не видел, о чем они там говорили. Но Леон подумал, что было бы... Леон сам захотел? Да, да. Это желание Леона? Это было желание Леона. Мы не вправе были ему в этом отказать. Поэтому мы просто выступили как бы посредниками. Анатолий, тогда беру свои слова назад, что я не прав, то, что Леон считает нужным, он делает. Ну, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо за понимание. И я думаю, что... Я думаю, что... Ну, посмотрим. Леон уже вроде бы понял, с кем он имеет дело, поэтому действительно, наверное, нет смысла. Но, тем не менее, ответить на ваш вопрос. Что происходит с Малером? Я вам скажу, сейчас оно все немножко заглохло по одной простой причине. На прошлой неделе, или не 10 тому назад, мы знаем, что Эдам Шеф и Джерри Недлер, это председатели комитетов юридического и комитета по разведке Нижней палаты, прислали повестку господину Малеру на то, чтобы он пришел, как говорится, на объединенный совет комитетов давать показания. Поэтому сейчас немножко все так вроде бы как бы затихло. Это должно произойти 17 июля. Я думаю, что к этому моменту все-таки появится репорт генерального инспектора. И я думаю, давайте мы не можем забывать еще одну такую вещь. Кроме генерального инспектора, помните, был еще такой Хьюбер, по-моему, из штата Юта, которому еще в свое время Джефф Сэшнс поручил провести кое-какие расследования. Так вот, скоро должны получить рапорт от Хьюбера, скоро должны получить рапорт от Горовца, это генеральный инспектор. Ну и Джан Дургем, или Дором, также смотрит во все эти дела. То есть, я думаю, что скоро будет очень-очень жарко. Но самое жаркое будет происходить 17 июля. Это когда Малер попадет под перекрестный огонь таких людей, как Джим Джордан, Марк Мэрроуз, и я забыл первое именно имя, господин Редклифф, он тоже член юридического комитета Нижней палаты от республиканцев. Так что давайте еще чуть-чуть подождем. Добрый день, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Я тоже в прошлую пятницу слушал Бигдова, она очень возмещалась. Ну, действительно, там люди плохо живут. Демократы, кстати, не выделили деньги на их проживание. Вы знаете об этом? Демократы выделили... Нет, 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 они мало не выделили, потому что пакетом шло. Так что мешает Юлии Бигдовой, допустим, на свои сережки и колечки она могла бы сколько зубных щеток купить. Да, я думаю, хватило бы. Да, все немало. Там сережки и колечки я даже по радио видел. Через радио видел, что они очень приличные. Сережки и колечки. Вы знаете, я вам скажу честно, я здесь... Там можно не одну тысячу купить зубных щеток. Я здесь не присутствовал, поэтому я не знаю, что на ней было. Я через радио видел, что там должны быть хорошие. То есть светило, да, аж грело. Если каждый демократ пожертвует, какие-то денег, то вообще проблем не будет. Если каждый демократ найдет хотя бы... Тот же Сэндерс написал книжку, взял 2 миллиона долларов, пошли несколько тысяч туда, Байдена сынок заработал полтора миллиарда, тоже пошли пару тысяч, и так соберется, и можно всю Мексику и потом мало содержать. И таких проблем не будет. Да, в принципе, я с вами абсолютно согласен. Спасибо большое. Я вам скажу честно, было бы намного легче, если бы демократы нашли в себе хоть какую-то частицу совести, то нам всем бы было легче во многих отношениях. Но я думаю, что на это надеяться нет смысла. А вот интересно действительно вот то, о чем я говорил в первой части нашего ток-шоу ранее в час дням или полвторого, то это то, что... Вы понимаете, вот как бы они не кричали, как бы они не мычали, как бы они не старались казаться сердобольными и порядочными и так далее, тем не менее, стопроцентного голосования в пользу, как говорится, вот именно в пользу бедных, я имею в виду, когда решался вопрос о 4,6 миллиардах на нужды вот этих несчастных, перешедших границу, то не все демократы приняли решение за это проголосовать, и Акасио Кортес была в их числе. Хотя тут же поехала на границу с Мексикой в Техасе и кричала, в каких плачевных условиях живут эти несчастные женщины, дети и так далее. Ну, в общем, короче, одно лицемерие и, в общем, говорить не о чем. Я имею в виду с точки зрения демократов. Поэтому, ну, поживем, увидим. Я думаю, что сейчас есть еще наверное одна причина поговорить о путешествии Дональда Трампа ну, во-первых, в Северную Корею, а во-вторых, о том, что Трамп сказал по поводу Ирана. Значит, знаете, так было интересно это слушать, когда у Трампа спросили, есть ли у вас какие-либо сообщения для правительства Ирана. Он сказал, правительство Ирана, для правительства Ирана у меня никаких сообщений больше нет, кроме того, что они должны понимать, что они играют с огнем и зря они это делают. Ну, вот, когда Трамп говорит такие вещи, понимая, насколько этот человек терпеливый и насколько этот человек продумывает то, что он делает, ну, я вам скажу, это немножко, то есть, не есть хорошо в том смысле, что не есть хорошо для Ирана. Ну, вот, так что эти ребята действительно, им бы не мешало немножко подумать о своем будущем, о будущем своего народа и так далее. Ну, вот, Ким Джан Ын, он пока еще ничего не обещал, но интересно то, что, вот, Трамп поехал туда, в Северную Корею, кстати, первый президент в Америке, который ступил ногой в Северную Корею, и вот Трамп, даже были разговоры о том, что он якобы пригласил северокорейского диктатора сюда к нам в гости, в Америку. Тот, по-моему, если я не ошибаюсь, ничего по этому поводу не ответил, ни да, ни нет, но было бы интересно посмотреть, как прошли бы переговоры именно у нас здесь, на американской земле. Действительно, было бы очень интересно. Вот, так что, ну, я надеюсь, опять же, я понимаю, что в Северной Корее особенно там на них надеяться нельзя, на их порядочность и честность, но лично мое мнение, то, что они, конечно, это было бы в их интересах все-таки решить разоружаться, потому что, ну, будем говорить так, вряд ли у них что-то получится по-другому. Теперь в отношении в отношении Ирана. Разговор, вы понимаете, так интересно получается, значит, когда Джан Керри, которому абсолютно никто не давал никаких полномочий и никаких поручений идти разговаривать с айотолами в Иране, так же, в принципе, как и никто не давал полномочий Дайан Файнстайн, разговаривает с министром иностранных дел Ирана, за рифом. Это вообще, ну, я считаю, что это действительно преступление, когда человек представляет, вернее, не будучи официальным представителем правительства, едет и разговаривает о каких-то политических решениях с враждующими нам государствами или враждебными нам государствами. вот, почему-то демократы об этом стараются умолчать, никто не упоминает тот факт, что действительно Керри пытается или пытался убедить Аятол в Иране в том, что все, что вам нужно сделать, немножко подождать и мы Трампа уберем и тогда будем с вами работать вместе. Ну, не знаю, кто ему давал такие полномочия, по крайней мере, я думаю, что если бы то же самое сделал кто-либо из республиканской партии, сейчас бы уже шли процессы связанные с так называемым Логан-Экт, где расследовали бы действия неофициального лица в разговор ведущего переговора с официальными лицами в стране и в общем это было бы очень интересно, но пока что все молчат точно так же, как в принципе и молчат о том, что после дебатов, которые прошли на прошлой неделе в среду и в четверг Джо Байден потерял некоторые очки по опросам полстеров, Джо Байден потерял где-то в зависимости от опроса где-то от 5 до 10 очей процентных очков, ну а Камала Хэррис и Элизабет Уоррен они вроде бы немножко набрали, в общем, короче, сейчас получается такая интересная вещь, вдруг у нас создался, ну, создалась такая гонка, причем интересная вещь в том, что, если вы помните, я, по-моему, в четверг, сразу после дебатов в среду вечером, я сказал, что такое впечатление создалось, что Байдена начинают сливать, вот, ну, так, вроде бы, никаких официальных объявлений по этому поводу не было, но буквально вчера вышла новая, вернее, не вышла, а появилась наружу или на поверхность новая ситуация с Байдена сыном, с наркоманом, который, оказывается, в шестнадцатом году пытался купить наркотики в даунтауне города Лос-Анджелес, где к нему подошли пару ребят, приставили горлу нож, думая, что он приехал их выставлять на наркотики, оказалось, покупать, они от него отстали, в общем, короче говоря, у Джо Байдена действительно проблем хватает с его сыном, который продолжает использовать наркотики в своих собственных целях, и, в общем, потихонечку, потихонечку на Байдена начинают находить компромат, причем, так интересно, ненавязчиво, ему никто, так, чтобы не создать, наверное, видимость того, что его действительно собираются резко слить, его потихонечку, потихонечку подготавливают к тому, что, кажется, Байдену придется, ну, по крайней мере, тяжело, если не говорить о том, что ему придется уйти вообще с дороги. А вот интересно, что и Элизабет Уоррен, и Камела Хэррис, они набирают постепенно очки, Элизабет Уоррен набрала хорошую сумму очков после своих дебатов в среду в прошлом, ну, а Камела Хэррис выступала в прошлый четверг, тоже на дебатах, в общем, короче говоря, завязывается интересная вещь, такой политик, Пит Бураджач, это мэр города Саутбенд, он потерял солидное количество процентных очков, во-первых, после дебатов, во-вторых, после того, что у него произошло столкновение, такая словесная перепалка между жителями его же города Саутбенд, чернокожими, и им непосредственно, в общем, короче, потихонечку, я думаю, что начинает потихоньку вырисовываться картина, и хотите, верьте, хотите, нет, значит, господин Сэндерс не очень так уверенно себя чувствует у руля после Байдена, они они вели намного больше процентов, но сейчас они начинают потихонечку сдавать свои позиции. В общем, интереснейшая будет гонка, нас ждет еще, ой-ой-ой, сколько этих дебатов, и с каждым дебатом вы увидите, это будет все острее и острее, почему, потому что интересная вещь в том, что вот эти все дебаты проходят в направлении лево-радикальном, и все как-то тянутся в эту левую сторону, голосуя за бесплатную медицину для нелегалов, голосуя за открытие границ и так далее, но проблема в том, что чем дальше во время праймерис они бегут влево, тем больше им придется бежать в правую сторону или ближе к центру во время general elections, то есть когда уже станет вопрос о том, что кто-то из представителей демократов будет идти против нашего президента Трампа, и так интересно тот факт, что вот все, что они сейчас говорят, я имею ввиду кандидаты, они же это все говорят, как говорится, на пленку, и вот как они потом собираются все это отматывать в обратную сторону, даже себе не представляю, unless они не или по крайней мере они не собираются это все отматывать и собираются идти против Трампа, находясь вот в дальнем левом углу. Я думаю, что идея это не очень хорошая, потому что уже сегодня даже в самом таком продемократичном поле, я имею ввиду опросе, 60% граждан Соединенных Штатов уже говорят, что они недовольны тем, что демократы пытаются навязать бесплатное здравоохранение на всех нелегалов, которые сюда добрались, то есть это деньги из наших карманов, это деньги абсолютно потраченные в принципе впустую, потому что это люди, которые не признаны находящимися здесь в легальном статусе, поэтому не знаю, куда они идут, я имею ввиду демократы, но кроме их такой закоренелой базы, в основном даже люди, которые не еще не определились, уже говорят и начинают постепенно показывать свое недовольство тем, что происходит в демократической партии, вот, так что, опять же, будет интересно посмотреть, к чему это все приведет, потому что, опять же, левые радикалы вытворяют просто чудеса, такое впечатление, как будто это люди, которые, ну, кстати, вот интересно, и Бейто О'Рорк, и Кори Букер, они оба начали в среду, начали дебаты на испанском языке, и сразу задали вопрос, ну, люди с юмором, знают ли они о том, что они баллотируются в кандидаты президента Соединенных Штатов, а не Мексики, то есть, ну, вот до такого абсурда доходит вот эта ситуация, поэтому будем смотреть, будем ждать, будем видеть, как это все будет работать, вот, так что, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, ну, что ж, дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, а тем, которые за рулем, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте осторожны, помните о том, что начиная с 1 июля, со вчерашнего дня, вошел в силу закон, о котором мы с Лорой Голов говорили пару недель назад, то есть, штрафовать будут по сумасшедшему людей, которые либо набирают номера телефонов, либо держат телефон в руках, поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, не попадайтесь на глаза полицейским, не держите телефоны в руках, заранее подготавливайте те номера, которые вам нужны, ну и пользуйтесь так называемым голубым зубом, то есть Bluetooth, вот, ну, а наш номер телефона в студии 847-400-5200, хотел бы в первую очередь, перед тем, как я перейду к следующей теме, хотел бы обсудить с вами такое интересное сообщение, которое мне написала в мой мессенджер, наша постоянная радиослушальница Аня, Анечка, спасибо за то, что вы мне пишете, спасибо за то, что даете возможность общаться с вами, не всегда получается ответить, но тем не менее, прочитал ваш ваш вопрос, вопрос состоит так, значит, вот это касается О'Кассио Кортес, ну, и вопрос, так, чтобы долго не занимать время читать, просто скажу, что Аня задала вопрос такой, откуда же она взялась, это Кортес, и это же надо, ведь кто-то же в нее вложился деньгами, для того, чтобы ее избрали, ну, и что с ней делать дальше, можно ли ее задвинуть так же, как ее выдвинули, вопросы, конечно, хорошие, Анечка, абсолютно правильные, абсолютно нормальные, но в отношении задвинуть этот вопрос будет, наверное, не к нам, а к ее избирателям, того округа, от которого она избиралась, это округ в вашем же районе Бронкса, поэтому, не знаю, вам придется поговорить с вашими соотечественниками, зачем они ее выдвинули, и как ее можно обратно задвинуть, ну, а то, что в нее кто-то вложился, вы знаете, я давно говорил, когда она только вышла, как бы, на такую арену, я сказал сразу, что если бы у нас в Америке не было бы такой дурочки или такой, ну, как еще можно такую назвать, как Акасио-Кортес, ее бы нужно было бы придумать, потому что то, что она вытворяет, те вещи, о которых она говорит, и то, что она говорит, ни одному здоровому, нормальному человеку на здоровую голову не налезает, поэтому кому-то это нужно было, создать вот такую левачку, может быть, это нужно было самой демократической партии, для того, чтобы немножко все-таки выровнять ситуацию, чувствуя, что эта ситуация уходит влево, может быть, нужно было создать вот такую вот красавицу, чтобы как-то выровнять эту ситуацию более к центру, ну, мы видим, что такие левые, как, ну, все те кандидаты типа Будычич и Кори Букер и вся вот эта вот, ну, я по-другому их назвать, по-другому иначе, как мрази я их назвать не могу, потому что это действительно именно то, чем, что они из себя представляют, причем, я не обсуждаю их личные качества, их личные взгляды, я чисто говорю о них, как о людях, политиках, которые, я считаю, любой политик должен уметь сохранять свое лицо, они абсолютно забыли, кто они и что они, зачем они здесь нужны, и это в первую очередь мы увидели по отношению к суде Кевину во время его слушаний на пост justice судьи в верховный суд, ну и они в принципе с тех пор так в себя и не пришли и продолжают вот так себя вести, поэтому не знаю, может быть, потому что я вам скажу честно, нарочно, вот если бы, но я не представляю, кто должен был выбрать ее и кто живет в том округе, от которого она избиралась, вот не понимать, я был в Бронксе, я знаю Бронкс неплохо, я знаю в принципе все районы города Нью-Йорк, и Квинс, и Манхэттен, и Бронкс, и Лонг-Айленд, и Стэтн-Айленд, я эти районы все неплохо знаю, когда-то там жил, но я никогда не представлял себе, что даже в Бронксе живут такие люди, которые могли избрать Акасию Кортес, поэтому ответ на ваш вопрос честно не знаю, не знаю, как ее задвигать, не знаю, кого нужно подкупать, чтобы ее не переизбирали, но вот это единственный вариант от нее избавиться, и я надеюсь, что это произойдет на следующих выборах, когда ей придется подтверждать свое место в Нижней Палате, вот, это то, что касается Акасию Кортес, теперь, то, что я обещал обсудить немножко в отношении России, в отношении господина Путина, его приближенных, и так далее, я вам скажу, что меня удивляет, и что меня даже не то, что поражает, абсолютно обезоруживает, вот, как человека, который может, умеет анализировать, в принципе, неплохо анализирует, так вот, сегодня позвонил ранее в моей предыдущей программе, позвонил человек, который сказал, что вот Россия, зря мы ее пытаемся как-то задвинуть куда-то на задворки, Россия, там, машинами торгует, и продуктами торгует, и так далее, и меня это немножко навело на мысль о том, что я, вот, из всего русского телевидения, я смотрю две программы, я имею ввиду то, что касается, вот, ну, не сериалы, там, или не кино, я смотрю программу «Время покажет», эта программа мне дает понять, откуда берутся те, которые звонят и говорят, что в Рашке все в порядке, и зря мы их не ставим в счет, и вторую программу, которую я смотрю, поверьте, это называется «Мужское и женское», и почему я смотрю эту программу, потому что эта программа лишний раз показывает о том, то, что происходит в России именно вот за кулисами, за всей мишурой, за вот этими программами «Время», «Вести», «Новости», так, чтобы не цитировать вот эти «Вести» с полей, что мы перевыполнили план на 400 гектаров, в смысле, на 400 тонн и так далее. Вот то, что происходит за кулисами, а за кулисами происходит что-то страшное, потому что в России из 144 миллионов человек более-менее в человеческих условиях живет где-то процента, наверное, 4-5. Почему я говорю в более-менее человеческих условиях? То есть, это люди, которые живут в квартирах, которые по квадратным метрам соответствуют количеству людей в ней проживающих, это люди, которые имеют какую-то более-менее стабильную работу, которые могут позволить себе пойти в магазин, купить какие-то продукты, не вышедшие за пределы срока годности. вот, будем говорить так, я, да, люди, которые едут отдыхать, я знаю, мне тут часто очень звонят, говорят, о чем вы говорите? Я вот был там в Мексике или в Доминиканской, да там народ. Вы понимаете, если вы возьмете 144 миллиона и посчитаете сколько летит на отдых, я вам скажу так, из Шереметьево вылетает один самолет в неделю на Доминиканскую республику. это я говорю вам абсолютно официально, потому что я разговаривал с людьми, туроператорами, находясь в Доминиканской республике. Поэтому самолетом, допустим, количеством 250-300 человек из 144 миллионов, вы понимаете прекрасно, процентное отношение, которое отдыхает. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я вас слушаю и думаю, а вы вообще имеете представление, о чем вы говорите? Только не надо меня упрекать, что вот, ты любишь Путина, поезжай к Путину. Это я вижу не у вас, а у вашей аудитории основной аргумент в споре. Я бываю в России много раз. То, что вы приводите в процесс соотношения, вы хотя бы имеете представление о представительной выборке какой-то? Да, один самолет летит в Доминиканскую республику, согласен. А вы знаете, сколько самолетов летит в Турцию? А? Вы имеете представление, какая-то в Аттурции отдыхающая? Угу. В чем здесь публика? А сколько американцев летит в Турцию? Я думаю, что очень мало. Потому что Турция рядышком. Вы меня слышите? Конечно слышу. Я вас внимательно слушаю. Вы понимаете? И вообще, у вас такой пренебрежительный тон опять. Рашка, ну что это? Интеллигентные люди вроде. И вот когда вас коробят, когда Америке говорят пиндосия. Ну нехорошо. Я согласен. Я самому это против. Ну как вы тоже как-то ведите себя на уровне что-то, я не знаю. И ваши статистические данные не удерживают никакой критики. Я бывал и, ну представляешь, такое 3-4 процента. То, что смешно слышал. Вы в магазинах в России бывали. Окей, молодой человек, послушайте меня. Я бывал... Я уже не молодой человек, поэтому спасибо за это, но я не... Спасибо вам большое. Значит, я достаточно вас выслушал для того, чтобы вам ответить. Я бывал в Раше. Я видел, что там происходит. Я разговариваю с людьми из России постоянно. Постоянно. один факт того, что в России из 144 миллионов, 23 миллиона, это по последним, между прочим, данным Росстата, по 23 миллиона находятся за чертой бедности. За чертой. Не на черте бедности, а за чертой бедности. А мы здесь все прекрасно понимаем, что такое в России находиться за чертой бедности. Окей? Дальше. От того, что в России живут три города, Москва, Санкт-Петербург и в лучшем случае Екатеринбург, ну, еще может быть Владивосток. Может быть. То, учитывая факт на всю Россию, это вообще ничего. Это вообще ничего. Понимаете? Вот откуда я исхожу. Потому что, если вы выйдете, вы у меня спрашиваете, или я бываю в России, вы, я не знаю, где вы находитесь в России, или куда вы едете в Россию, если вы едете в Москву или в Санкт-Петербург, я тогда примерно понимаю ваши отношения. а вы поезжайте куда-нибудь в Новгородскую область, поезжайте куда-нибудь в, ну, я знаю, в Краснодарскую область, может быть. Вот поезжайте, посмотрите, и поговорите с людьми, посмотрите, как эти люди там живут. Я абсолютно не отношусь предвзято или высокомерно к людям. Запомните, для меня люди, они любые люди, где бы они не жили. И я не называю русских Рашка. Раша, да, Раша, так она называется, они сами себя так называют. Окей? Теперь, я к людям отношусь честно, с большим пониманием и с большим соболезнанием, потому что люди, которые живут там, они не заслужили, вернее, они заслужили лучшую жизнь, чем ту, которую им предоставляют. Вот в чем дело. Понимаете? А то, что им, то, что Россия торгует оружием и нефтью и газом, и эти деньги близко не доходят до регионов, с которых они же, между прочим, и собирают дань. Вы же знаете прекрасно, если вы ездите в Россию, вы знаете прекрасно, что все деньги, со всех регионов, стекаются в Москву, а потом лишь они начинают распределяться по регионам, и в основной своей массе они не доходят до регионов в том количестве, которым нужно, чтобы они доходили. Или же, если они даже и доходят, то их разворовывают до такой степени, что там ничего не остается. Вот к чему я это все говорю. Я ни над кем не издеваюсь, я ни над кем не смеюсь, я просто не понимаю, как страна, которая в своем правительстве гордится какими-то многомиллиардными контрактами с Китаем, с Индией, с Бразилией и так далее, как эта страна не может элементарно построить школу хотя бы в каждом, ну, если не в каждом селе, то хотя бы в каждом там 2-3 школы в районе, понимаете, где поликлинику не могут построить, куда врачи не едут. Вот как-то, такая страна, которая зарабатывает такие деньги, причем, они ведь этого не стесняются, они, когда идет какой-то праздник в Москве, когда идет праздник в Ленинграде, тот же фестиваль Белые ночи или что-нибудь еще, там же тратятся миллиарды, миллиарды рублей на эти праздники, а несчастный народ не может себе позволить купить какие-то элементарные подгузники для детей. Добрый день, в эфире. Извините, это опять я. Да, да. Вы знаете, вы меня так резко отключили без предупреждения, но неважно. Дело в том, что я по роду своей службы, деятельности, бываю в командировках, в частности, в Красноярске и в Перми. Но это не самые столичные города, как вы понимаете. Я могу наблюдать. Ходят ли люди в магазине, не ходят. Конечно, вы все в одну кучу смешали. Значит, согласен, да, там проблемы, очень много проблем, очень много проблем. А где их нет? Возьмите, что в Америке нет проблем. Но я не понимаю, там очень много плохого. Все эти олигархи, все это кошмары, эти силовые команды, согласен. Скажите мне, пожалуйста, на одну секундочку, остановитесь на секунду, ответьте мне на вопрос. Вы бываете по долгу службы в Перми? И в Москве, и в Красноярске? Нет, я у вас спрашиваю сейчас как раз про Пермь. Договорились. Скажите мне, пожалуйста, а что находится в Пермском крае, кроме зон? Там очень колоссальная промышленность, поэтому я туда и еду. Вы думаете, я на зону суверенную? Вот скажите мне, пожалуйста, какая в Пермском крае промышленность? Расскажите мне. Авиационные моторостроительные заводы. Вы что, забыли? Где? В Перми. Пермские заводы. Вы что, забыли? Это огромное предприятие, которое авиационные двигатели делают для самолетов. В Перми? И не только для самолетов. Так же так. В Перми? Да, в Перми, конечно. Окей. И куда идти вот эти авиационные, то есть, моторы? Я не занимаюсь продажей, продажей этих самых моторов. Я думаю, что они идут туда, куда нужно. Конечно. Поэтому я туда и езжу. Но я не занимаюсь продажей. Мы уходим от темы. Я говорю, что как живет народ в Перми? Я бывал в магазинах, я видел эти супермаркеты, такие, как метро, Ашан и так далее. Может, вы слыхали? Конечно. Вот. Огромные супермаркеты, они больше наших, больше наших джули, намного больше. Поэтому, когда вы говорите, что люди не могут себе позволить пойти в магазин, магазины забиты, вот эти магазины. Вот именно. Вот именно. Магазины забиты, потому что товар есть. Людьми. Людьми. И так же рестораны все полные, поверьте вы мне. А если, конечно, вы поете в деревню, там, конечно, такого нет. Согласен. Ну да. Понятно. Окей. Спасибо. У меня другая линия. Добрый день. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Вы знаете, человек, который вам позвонил, он полностью прав. Перми – это большой и промышленный город. вполне нормальный. И там действительно все есть. Но если в этой же Перми отойти от центра города, то вы тут же увидите эту разруху, о которой вы говорили. Ну вот и все, что и требовало. Но люди ведь живут, и людям приходится жить вот в этой разрухе. Людям некуда деваться. Правильно. Так а я же о чем? Я же о чем? Что людям, люди, живя в стране в такой в 21 веке, вы мне говорите, им некуда деваться. Как некуда деваться? Неужели у российского правительства не хватает денег для того, чтобы создать правильный, человек сказал, у нас тоже в Америке… Погодите, а как же олигархи будут все катера покупать? Ну вот, да, да. Я бы хотел… Смотрите, у нас олигархи тоже есть и тоже ездят на катерах и на яхтах, но тем не менее у нас есть социальная служба, которая… Вы понимаете, Анатолий, я могу с вами не согласиться тоже в кое-что? Пожалуйста, пожалуйста, я же не последняя инстанция, как говорится. А в Америке, если вы заедете куда-то в Луизиану, и вы увидите эти хибары, которые стоят, что далеко ходить? Посмотрите, в Чикаго сколько мобилхомов вокруг Чикаго, в Дисплейнсе, в Виллинге, посмотрите, как люди тоже живут. Ничего хорошего нет. Не-не-не, секундочку. Вот тут, опять же, мы будем с вами не соглашаться. Почему? Люди, которые живут в этих мобилхомах, я не знаю, или вы когда-нибудь были в этих мобилхомах, я как-то с дуру заехал к своему товарищу Ваева, причем, как говорится, посреди, ну, не степи, а поля, сабдивижн, мобилхомов, и я зашел в этот мобилхом. Четырехбедрубный мобилхом. Кстати, Анатолий, вы говорите о другом. Нет, я говорю о том, что... Это не во Флориде огромное количество мобилхомов, в которых люди живут просто как шит. про Кейсер, нет, это по их выбору, вы меня простите. Нет, там нет выбора, у них нет, у людей нет денег. Да нет, ну, перестаньте. вот тут я, нет, 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 вот тут простите меня, пожалуйста, но нет такого понятия. В Америке, вы знаете, какая черта бедности в Америке? Вот угадайте, так, от Вольного, угадайте, официальная черта бедности в Америке. Я вам говорю, 19... А? 15 тысяч год. 19 800. Вот можете проверить, официальная черта бедности. Вот вы себе представляете, человек, который... Нормальный человек, не черный, не мексиканец, а белый человек, и вы потеряли работу, и пойдите, попробуйте получить какую-то помощь от Вольфера. Вам никто не даст. Так, все, я вас отключаю, я вам скажу почему. Когда со мной разговаривают, ну, как им сказать, когда из меня не пытаются сделать идиот, а я могу разговаривать. Когда начинают говорить ерунду, что значит, пойдите, попробуйте получить. Вы идете в любой social security офис, в любой, и вы приходите и говорите, у меня нет денег. Мало того, что вам тут же дадут emergency help, тут же вам начнут процесс оформления по бедности. Другой разговор, что да, шоковать вы на эти деньги не будете, но сидеть ребенку без дайперсов вам не дадут. Сидеть ребенку без детского питания вам не дадут. Понимаете, вот к чему я это все веду. Поэтому, если вы будете говорить нормально, давайте тогда разговаривать нормально. Что значит, вам не дадут? Вы о чем? Вам бесплатно медицину дадут. Медикейт, да, эту медицину может быть, вы не каждому врачу пойдете, не каждый врач ее примет, но есть врачи, идете онлайн и врачи светятся, которые принимают медикейт, что значит вам не дадут? Вы что? Вы меня извините, молодой человек или не молодой человек, но о чем вы говорите? А там, вот там попробуйте без работы пойти получить помощь от того же районного этого вот. Так у вас еще и детей заберут опека, потому что вам, видите ли, нечем их кормить. А вам их нечем кормить, потому что они же вам не помогают. Вот о чем я говорю. Давайте примем еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу ответить вот этому человеку, который только что сказал, что не получит помощь, если потеряет работу. А он ходил после этого в департмент, лейбер департмент. Конечно, нет. Добавляет пособие по безработице. Конечно, нет. А что он хочет, чтобы они к нему пришли и домой предложили? Ну да, спасибо вам. Спасибо большое. Поэтому, молодой человек, я вас отключу, не последний позвонивший, а тот, который мне сказал, что попробуйте получить деньги по бедности. Поэтому я вас отключил, потому что ерунду выслушивать вашу, честно, я не собираюсь. Хотите говорить, говорите нормально. Если вы начинаете какую-то абсолютнейшую галиматью, рассказывать, ну, рассказывайте ее тем, которые хотят вас слушать. Ладно, я по-любому должен, ну, я не знаю, честно, вот клянусь, вы меня просто выбили из седла. Люди, которые говорят, что в Америке нельзя получить помощь по безработице, или если вы потеряли работу, и у вас нет денег, невозможно получить помощь. Вы о чем? Молодые мои, красавцы. Попробуйте, пойдите в любой, я вам назову любой департмент of employment security, и вам тут же за 2 секунды оформят чеки, в зависимости от того, сколько вы получали у себя на работе, и сколько вы заработали там, за последних сколько там, 3-7 кварталов. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Конечно, вы абсолютно правы. Право в том, что в Америке всегда дают тем, кому надо, кто стучится в дверь, ему дают. Если человек сидит дома, то никто к нему не придет и не даст. В каждой каунте, Лэй каунте, Кук каунте, есть специальный сервис, приходят туда, говорят, это было давно, я это прошел, но это было очень давно, и говорили, что ты потерял работу, вот, я документ, что тебя не выгнали с работы, это разные вещи, ты потерял работу, вот, потому что компания закрылась, и разные вещи, и ему дают, этому человеку дают на 6 месяцев employment, деньги. Да, абсолютно. Дальше, если employment и в эти 6 месяцев ему предлагают учебу, чтобы он отсчитывался эти 6 месяцев, ищет он работу или не ищет работу. По поводу мам, мамы с двумя детьми, тремя детьми, если им, они придут в такие департменты, им дают дома, есть маленькие дома, которые дают таким людям, они живут в отдельных домах. Да, все правильно. Я эти дома видел, нормальные домики, да, это не шиковать, но жить можно. В Мандалайне есть, в любом городе есть такие дома, домики, квартирки маленькие. А наши люди, наши, которые приехали, иммигранты, они здесь находят себя, разводятся, тогда и жене дают и ему дают. Да, спасибо большое, спасибо. В общем, что я могу сказать, спасибо огромное за вашу поддержку, сейчас мы уйдем буквально на пару минут на рекламную паузу и потом вернемся и уже будем с вами до конца часа. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в передачу «Неполикорректное ток-шоу» Сергея Зацепина, я его ведущий Анатолий Червец, номер телефона 847-400-5200. Ну и что я могу вам сказать по поводу нашего разговора насчет того, я, во-первых, я не сравниваю как люди живут в Америке и как люди живут в России, потому что сравнивать в принципе близко нечего. Почему? Потому что те люди, которые живут в России, как вот один человек высказался олигархи, они действительно не живут в России. Это люди, которые имеют адрес в России, но живут они где-нибудь в другом месте. Ну, а люди, которые пытаются жить в России, я просто честно не понимаю, меня там не было очень долго, то есть наездами это не разговор, но я не понимаю, почему невозможно хотя бы людей дотянуть хотя бы до черты бедности, хотя бы до черты бедности. Что это значит? Чтобы людей в доме было нормальное, нормальные условия, вы сейчас давайте возьмем телефонный звонок, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Чтобы вы понимаете, мы живем в 21 веке, посмотрите на какое расстояние люди тянут в воду домой из колонки в ведрах, посмотрите чем люди сегодня отапливают свой дом посмотрите что в 21 веке не было ни газового отопления, ни парового отопления. Понимаете, вот о чем я говорю, почему нельзя, если страна такая богатая, где на десятки миллиардов контракты, куда уходят эти деньги? Куда? Вот все о чем я говорю. То есть я не пытаюсь кого-то уважать или не уважать, я не пытаюсь кого-то мешать, сами знаете с чем. Я просто чисто констатирую факты, обыкновенные, элементарные факты. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Анатолий? Да. Анатолий, я попал по этому же поводу за счет России. Пожалуйста. обыкновенный пример. Вот мы сюда все приехали и как-то вот устроились. Я хотел бы посмотреть на того американца, который был как мы, приехал бы в Россию и устроился ну хотя бы не так, как мы, а вообще бы как-то устроился. Правильно, абсолютно. Вот, понимаете, вот поэтому я говорю, что я могу разговаривать только с умными толковыми людьми, а разговаривать вот с такими людьми, которые меня начинают рассказывать, как там все хорошо, ну, глупости. Мало, я вам скажу больше, забудьте про американца. Меня сегодня, вот я здесь прожил, я уехал оттуда в 16 лет. Да, я там наездами ездил там в Киев, в Минск, ну, такое вот. Меня сегодня, прожившего здесь 40 лет, бросьте сегодня в Москву или в тот же Киев, и я прошу прощения, я подохну. Просто-напросто подохну. Почему? Потому что, если я туда приеду, естественно, не с умой денег, а вот если меня сегодня забросить куда-нибудь туда, ну, и что я там буду делать? Я не знаю ни их порядков, я не знаю их волчьих законов, я не знаю вот эти все ходы и выходы, через которые нужно пролазить для того, чтобы как-то минимально чего-то... Я пробыл в Киеве два раза по 16 дней, я второй раз уже не мог дождаться оттуда уехать. Это при том, что у меня там абсолютно нормальные друзья и стоят неплохо. И были деньги. И были деньги. Понимаете? Ну, я клянусь, первый раз я приехал в Киев в первый раз в 28 лет, на мне были розовые очки. Я просто тащился от одной мысли, что я приземлился в Борисполе через 28 лет. Но когда я второй раз приземлился в Борисполе через 28 лет, с меня почему-то очень быстро спали эти розовые очки. И я начал видеть то, где я сказал своим покойным родителям, Боже, какое... Как я вам благодарен за то, что вы меня оттуда вытащили. Потому что те ряды новые на кладбище, которые сегодня там существуют, это ненормально. Вот и все. А все остальные, те, которые кричат, что в Пермском крае там завод авиационный, ну, хорошо, там авиационный завод. Дальше. На нем работает 2000 человек. А остальные что делают? Вот и все. Вот эти 2000 человек, которые закупаются в этом гастрономе, который там стоит, или которые ходят вечером в этот ресторан, а остальные что там делают? Вот так. Так что спасибо вам большое. Спасибо. Поэтому, дорогие мои, любимые, не рядом где рассказывать, как там хорошо, потому что почему-то как-то интересно получается. Вот туда никто не рвется. Никто никто не пытается проникнуть через границу нелегально вот в ту замечательную страну рай, которую вы описываете. Понимаете? А те же люди, которые говорят, что вот поезжай там куда-нибудь в трущобы Луизианы, ну, да, есть, да, люди живут бедно, но люди живут бедно, но с достоинством. Они не таскают воду из колонки за 20 минут пехом. Они не топят дрова, печку дровами, которые нужно заготовить с лета. Понимаете? Вот как бы они бедно не жили. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Да? Да, здравствуйте. Извините, что я вас перебил. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу, я немножко хочу вернуться назад к этому человеку, который говорит, что никакой помощи здесь нет. Вы понимаете, дело в том, что я на своем примере. Я еще не пенсионного возраста, мне там два года до пенсии. Но я на инвалидности, опять-таки, ну, на работе там получилось все. Я не знаю, мне дали и квартиру, субсидированную, да, и государство социал-секьюрити мне дает деньги. Вот. Мне дают фудстемпы. И субсидированную квартиру я только одну треть из того, что мне дает государство социал-секьюрити, я только одну треть плачу за квартиру, бесплатный газ, бесплатная вода. Все, я не понимаю, о чем он говорит. Ну, есть такие люди, есть, есть. Это люди, которые, где бы, куда бы он не приехал, ему все равно где-то будет лучше. Называется там хорошо, где нас нет. Вот, к сожалению. когда я выйду действительно уже по возрасту, выйду на пенсию через два года, мне будет еще моя пенсия, которая не будет облагаться тем, что считается мой доход. Это не будет считаться, это моя, мой заработок, который я заработал. Вот вы себе приедете, то есть, не то, что представляете, вот вы говорите, вы там на инвалидности, да, а вы себе представляете, вот эти несчастные люди там, в России, вот он по инвалидности не может работать. Я себе представляю, у меня там нет друзья, правда, не в России, а в Украине, в Одессе, но у них почти то же самое. Да, абсолютно, ничем не лучше, ничем не лучше. Поэтому, спасибо вам огромное, дай Бог вам здоровья. Поэтому, дорогие мои, вы понимаете, когда я с вами вот разговариваю, когда я что-то пытаюсь до вас донести, мне не нуль, я прекрасно даю себе отчет о том, о чем я говорю. И вот почему я даже завел этот разговор, я его завел именно потому, что я прослушал несколько передач, вот типа программа «Время», «Вести», там это «Время покажет» и еще одну, забыл уже, как она называется. Не важно, дело не в этом. Я просто, а, да, я же слушал этот прямую линию с нашим, вернее, с вашим достопочтенным. Так вот, вы знаете, я вот поймал себя на мысли только на одной, что если вы такие богатые и так у вас все хорошо и у вас просто других проблем нет, я имею в виду людей, живущих в России в смысле правительства, не людей. Я людей, к людям вообще никаких претензий не имею. Каждый живет как он может. Кто-то живет лучше, кто-то живет хуже, кто-то выживает, а кто-то и не выживает, а просто прозябает. К людям вопросов нет. У меня вопрос к правительству России и вот к этому господину Путину, которого некоторые из наших радиослушателей так любят. Неужели человек, который фактически хозяин такой страны, как Россия, не может хотя бы сделать так, чтобы у него люди, по крайней мере, имели элементарные человеческие условия, то есть вода в доме и отопление, ну и электричество, конечно. Неужели это так тяжело сделать? Не знаю. Но я бы, например, честно постеснялся хвастаться своими достижениями, своими контрактами, своими мощью, своими парадами, своими вот этими представлениями, что да лучше возьми, накорми хотя бы какой-то, возьми один регион, или два региона, и вместо того, чтобы устроить вот эти гулянки на Красной площади, возьми, накорми народ где-нибудь там в глубинке, вот это было бы действительно дело. Вот почему я это заговорил, потому что я когда слушаю вот это бахвальство, и тут же я вижу, и я разговариваю с людьми, которые, прошу прощения, последние это бессоли доедают, не понимаю я, вот просто не понимаю. И я поэтому еще раз говорю, я не специалист по России, я просто вот к слову пришлось, и я поэтому поделился с вами вот такими своими мыслями, своим мнением, что мне кажется, что люди, которые там живут, люди, которые, кто-то работал всю жизнь, кто-то не работал, кто-то по инвалидности, там же люди, инвалиды, это просто кошмар, кошмар, люди живут на пятом этаже, инвалид, нет в доме лифта, и что ему делать, и пандус не допросится, и это нормальное отношение к людям, команд, вот, так что, я просто честно, чем больше я вот так слышу это, и узнаю эти вещи, и сталкиваюсь с этим, тем больше я благодарен вот этой стране, которая действительно нас и обогрела, и накормила, и дала нам возможность заработать деньги, и дала нам возможность жить с достоинством, даже людям, которые здесь ни дня не работали, нашим пожилым людям, которые наработались в свое время там, на ту страну, но они приезжают сюда, и они получают абсолютно достойную старость, абсолютно достойное проживание, вот, хотя бы за это уже нужно быть благодарным вот этой стране, и вот я чем больше узнаю, что происходит там, тем больше я становлюсь патриотом этой нашей страны, поэтому а вот те люди, которые живя здесь, поносят эту страну почем зря, и воспевают оды господину Путину, вот это я не понимаю, никогда не пойму, 40 лет тут живу, нажил двух детей, двух внуков, и не пойму, как можно, живя здесь, работая, поносить эту страну, кричать, что здесь и так, и так, и так, и тем не менее восхвалять ту страну, дорогие мои, не знаю, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста, вот, так что, ну, я надеюсь, что я просто хотя бы как-то донес свою мысль, свою, вот кто-то звонит, не может дозвониться, добрый день, вы в эфире, алло, здравствуйте, еще раз, я извиняюсь, я ляпнул немножко никто насчет того, что здесь не помогают, это я просто ляпнул, я тоже люблю эту страну, и полностью с вами согласен, но я был там два года назад в Раши, и, в общем-то, конечно, там, по сравнению 25 лет, как я уехал, это другая страна, другая жизнь, другая, лучше или хуже? Ну, немножко лучше, но живут люди очень тяжело, тяжело живут, они стараются, они ездят, но, конечно, не сравнить с тем, что мы здесь имеем, не сравнить, я тоже так думаю, и, конечно, я сказал, конечно, не то, что здесь не помогают, помогают, но, очень много случаев, когда, я тоже знаю, у меня есть знакомые, которые просто стали на инвалидности, но пока они получили инвалидность, из них выпили крови, ветров. Согласен, согласен, здесь пьют кровь, я вам больше скажу, если человек тут становится на инвалидность, то медикер он получает только через два года, а что эти два года делать, непонятно. человек этот действительно инвалид, он даже ходить не мог, ну да, но так как у него на счете было 12 тысяч, из него пили кровь ведрами, понимаете, у него всего 12 тысяч, ему вплоть до того, что говорили, ну вот когда у вас закончатся деньги, тогда мы вам начнем помогать. Ну да, нет, тут я даже с вами спорить не буду, тут везде есть свои прибамбасы, везде, но, здесь-то можно в конце концов чего-то добиться, а вот там чего вы можете добиться, это вопрос, честно, поэтому, ну, что я могу сказать, я просто, вот я, мне жалко, клянусь, мне жалко людей, потому что я когда вижу, в каких они условиях живут, и то, что показывают, причем, самое интересное, что они не стесняются показать эти условия по телевизору, зная, что эти программы смотрят, в принципе. они хвастаются тем, что здесь американцы приезжают, рассказывают, что вас больше всего поразило в России, знаете, что они рассказывают, туалетов, полудырка. Да, да, спасибо большое, сейчас нас вырубают, спасибо, будьте здоровы, дорогие друзья, спасибо за то, что были со мной, все это время, и обязательно услышимся завтра, будьте здоровы все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!